здравствуйте дорогие друзья напишите пожалуйста как меня видно как слышно меня зовут сходов алексей рад вас приветствовать на дневном общем вебинаре skyway всего проекта skyway рады всех приветствовать в первую очередь этот вебинар именно вводный ориентирован на новичков поэтому давайте пожалуйста пройдем опросник чтобы понимать сколько новичков у нас присутствует на вводном технико-экономическом вебинаре также присутствует часто много людей которые третий и более раз посещает данный вебинар но собственно всегда информацию мы подаем под новым соусом по разному несмотря на то что основы которые нужно доносить до нового так скажем человека который начал интересоваться проектом skyway в общем эти принципы законы донесения информации по проекту skyway они одни и те же и они не такие сложные на данном вебинаре мы хотели бы вам объяснить показать что в первую очередь знать нужно о skyway и соответственно от этого будет рождаться мнение человека о проекте именно первичное если вы не можете донести информацию вдруг до новичка то смело приглашайте на вебинары для новичков вебинары для новичков ориентированы именно на новичков и мы будем прилагать все усилия чтобы на данных вебинарах было максимальное количество новичков сейчас создается система так скажем чтобы новому человеку проекте skyway в рсв skyway капитал было удобно и понятно присутствует на вебинарах выбирать интересный ему вебинар то есть эта система и будет отлаживаться еще сильнее и еще продуктивнее первую очередь для вас дамы и господа новички так в комнате присутствует 77 человек проголосовала всего лишь 33 пожалуйста если кто-то не проголосовал из новичков проголосуйте либо поставьте просто циферку 0 да кстати нужно исправить ошибку и в чате отметьте 0 соответственно будем понимать что вы присутствуете первый раз и это очень важно понимать сколько в аудитории именно новых людей чтобы максимально доносить информацию в первую очередь для новичков я закрываю чат пожалуйста в следующий раз опросник я прошу голосовать именно всех людей чтобы понятно понятно было для спикеров сколько людей новых именно присутствует ну и соответственно сегодня мы поговорим о проекте и возможности которые бывают раз сто лет я думаю что вы осознаете вы поймете что действительно это та возможность которой может быть уже в скором времени не быть то есть это будет недоступно вашим детям вашим внукам это не было доступно вашим родителям но это доступно сегодня здесь сейчас именно вам дамы и господа новички но естественно те люди которые участвуют далеко не в первый раз уже в проекте и собственно инвестировали не один не два раза инвестируют регулярно так как у нас есть так называемая рассрочка по максимально выгодным условиям есть возможность инвестирования в проект но инвестировать или не инвестировать в проект это как раз таки принимает решение и мнение формирует каждый человек который вступает в наши стройные ряды skyway так скажем и начинает разбираться в проекте skyway сергей анатольевич сибирьков это тот человек который более 15 лет связан с проектом в конце вебинара он присоединится и у нас плавно произойдет переход на расширенный технико-экономический вебинар где мы уже говорим информацию не для новичков и я сукадоев алексей сделаю вводную часть именно для тех людей которые присутствуют в первый раз и соответственно максимально доходчиво максимально просто донесу вам информацию чтобы сложилось понимание насколько глобальном проекте на сегодняшний день вы можете принять участие сегодня вообще несмотря на то что многие процессы это происходит фактически мгновенно это в том числе передача видеосигнала вы сейчас видите мое изображение фактически мгновенно передается звук фактически мгновенно вы можете позвонить по вашему мобильному телефону и многие процессы в современном технологическом укладе происходит максимально быстро чего не скажешь о современном транспорте о современной логистике то есть это те процессы которые происходят с огромным торможением и соответственно те корпорации те компании которые используют транспортные перевозки с помощью современного транспорта несут огромные потери и огромные затраты это исчисляется в миллионы иногда в десятки сотни миллионов долларов то есть тот груз который может переместиться из точки а в точку б за сутки если это тысячи километров перемещается что говорить о железнодорожном транспорте долгие иногда даже месяцы и соответственно технология скривые которая является ядром и основой шестого технологического уклада на сегодняшний день мы с вами живем в пятом технологическом укладе то есть основой его является свойство кремния и от этого сформировалась кремниевая долина от этого сформировались многие корпорации гиганты обладающие мощнейшей капитализацией то есть это apple это google это samsung это alibaba то есть недавнее крупнейшее пиво за всю историю биржи то есть это сервис именно по продажам онлайн и продажи онлайн были бы невозможны если не появился интернет и в первую очередь если бы не появились первые микросхемы микропроцессоры соответственно далее первые персональные компьютеры и собственно с малого действительно начинается великое и skyway как раз таки недостающие звено на сегодняшний день не только в мировой логистике но и в нашей с вами жизни потому что в будущем мы прогнозируем что в ближайшие годы уже во многих странах появится транспорт skyway и соответственно он наиболее прочно войдет в обиход обычного обывателя современного мегаполиса и новых мегаполисов типа линейный город то есть в конце вебинара мы сбросим очень интересное видео которое вещал лично Анатолий Эдуардович Юницкий и которая подробно наиболее подробно рассказывает о концепции новых линейных городов но весь этот процесс начался не два не три не даже пять десять лет назад он начался еще в конце семидесятых годов и соответственно это все было начато на первой на первых шагах международной конференции по неракетному освоению космоса на которой Анатолий Эдуардович Юницкий представил конкретный способ вывода промышленности в открытый космос то есть можете все найти фильм в небо на колесе пожалуйста дамы и господа те кто присутствует третьи более раз спросите пожалуйста у кого под рукой ссылку на фильм небо на колесе потому что я рекомендую новичкам если уже более-менее разобрались в проекте либо вообще не разбирались посмотреть этот фильм и вы поймете насколько грандиозная мысль насколько гениальное мышление у Анатолия Эдуардовича Юницкого и соответственно в то время мир был не готов абсолютно к принятию технологии которую представил Анатолий Эдуардович Юницкий на конференции международной кстати по неракетному освоению космоса потому что на самом деле не тот был даже технологический уклад то есть заканчивался четвертый технологический уклад и только мир переходил в пятый технологический уклад это интернет телекоммуникации это то к чему на сегодняшний день все мы с вами привыкли и от глобального к более локальному Анатолий Эдуардович Юницкий пришел к идее что необходимо создать абсолютно комфортный при перемещении безопасный быстрый скоростной и одновременно дешевый и простой транспорт по технологическим составляющим и придумал струнный транспорт Анатолий Эдуардович Юницкого это транспорт второго уровня и более того в нулевых годах губернатор Красноярского края Лебедь Александр Иванович впервые зафинансировал огромную сумму на строительство технопарка в городе озера Московской области это было испытание путевой структуры это второе поколение струнной технологии Анатолий Эдуардович Юницкого и соответственно была испытана путевая структура несмотря на то что казалось бы это легкая ажурная конструкция ничего не рухнуло и доказательство Анатолий Эдуардович Юницкий стоял прямо под путевой структурой и я думаю что это стопроцентная уверенность на тот момент изобретателя инженера конструктора Анатолий Эдуардович Юницкого что его изобретение действительно безопасно и соответственно не несет никакой угрозы человеческой жизни в первую очередь если говорить о транспорте то мы должны понимать что это в первую очередь должен быть безопасный транспорт и абсолютно комфортное перемещение в 2009 году Дмитрию Анатольевичу Медведеву дорогие друзья была представлена программа спецпрограмма была она представлена губернатором одним из губернаторов и соответственно на госсовете России по инновациям в транспорте была представлена возможность для России на тот момент диверсифицировать серьезную экономику и не только использовать нефтяной рынок как основной приток и ресурс пополнения бюджета но и создать инновационную политику так скажем инновационную экономику о которой заговорили только недавно и в тот момент Россия могла избавиться от тех так скажем кризисных явлений что касается экономики что касается ситуации финансовой в стране у обычных рядовых граждан на сегодняшний день этого можно было избежать но опять же время на тот момент не пришло и Дмитрий Анатольевич Медведев сказал что если вы найдете финансирование то пожалуйста развивайте проект этот проект действительно инновационный действительно перспективный но с финансированием никто помочь вам не может на тот момент это было озвучено таким образом и буквально через неделю после госсовета к сожалению либо наоборот к счастью испытательный стенд в озерах был полностью уничтожен и полигон в озерах Московской области был стерт фактически с лица земли то есть те опоры та путевая структура которая была установлена та подвижная лаборатория в виде уходящего в небо это все было разрушено но на самом деле все что нас не убивает делает нас сильнее есть такая поговорка и Анатолий Эдуардович Ницкий всегда стремился развивать свою технологию и единственная цель Анатолия Эдуардович Ницкого является то что это должно появиться в реальности это должно воплотиться в жизни и изменить действительно жизни и вообще современный мир только в положительную и в лучшую сторону и в 2013 году был предпринят метод который является достаточно рискованным достаточно кому-то покажется странным но абсолютно правильным на тот момент потому что до 2013 года был пройден достаточно интересный и важный для компании этап первичного общения с крупными потенциальными инвесторами с олигархами с чиновниками с различными представителями международных государств и соответственно все это заканчивалось тем что либо сильные мира сего желали все и сразу и соответственно несмотря на то что Skyway и лично Анатолий Эдуардович Ницкий обеспечивали весь проект интеллектуальной собственностью и наполняли смысл весь проект но олигархи имеют такую особенность на тот момент с которыми велись переговоры разговоры что распределение долей было достаточно невыгодным лично Анатолию Эдуардовичу Юницкому и всей команде которая работала над проектом на тот момент то есть было неправильным быть данный перспективный проект который несет потенциал триллионного рынка и это вы поймете и обязательно увидите в конце вебинара то есть придет такое осознание и соответственно возникла идея народного финансирования возникла идея применения западной схемы краудфаундинга и уже ее преобразование я думаю это одна из первых вообще компаний в России которая решилась начать развивать такой глобальный и широкомасштабный проект именно с помощью народного финансирования соответственно начало краудинвестинга возникло в 2013 году в 2014 году была проведена первая конференция международная конференция я присутствовал на данной конференции присоединился кстати в феврале 2014 года и в первую очередь я присоединялся именно как инженер механик не то что как человек который умеет строить структуры сети выстраивать сетевой бизнес как традиционный так и интернет но как человек разбирающийся в промате теоретической механики и как человек пришедший в skyway именно на технологию и лично над дочиницкого далее естественно я попал на вебинары Сергея Анатольевича Сибирякова то есть эти два человека в корне поменяли мое отношение к сетевому развитию и я понял что возможно именно сетевое построение мощной корпорации и сейчас дамы и господа мы действительно доказали что вот эти направления городской пассажирский транспорт грузовой транспорт высокоскоростной транспорт способны к развитию с помощью небольших инвестиций с помощью народного финансирования более того была создана опорная стратегическая точка входа в рынок это легкий прогулочный спортивный экскурсионный транспорт типа юнибайк и как раз таки с данного транспорта что касается российской федерации и что касается в том числе Ирландии начались вестись переговоры и сейчас установлены конкретные отношения ведущие к подписанию соглашений о сотрудничестве между администрациями между целыми государствами и соответственно между многими городами и странами современного мира и более того я могу сказать что в феврале 2016 года то есть в этом году произошло то что к чему вся команда и лично Анатолий Эдуардович Юницкий стремились сквозь года так скажем то есть десятилетия этого добивались в 2009 году как вам уже стало известно Дмитрий Анатольевич Медведев на одном из госсоветов не поддержал финансово данную технологию на данный момент также на высшем уровне технологии не поддержана она развивается чисто через народное финансирование но в феврале 11 февраля 2016 года было проведено заседание экспертного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации и экспертный совет признал технологию инновационной и перспективной внедрению к развитию Российской Федерации и вы видите уже спецификацию то есть можете привести аналог как Боинг и как аэробусы у нас тоже есть своя спецификация Unipike U4610 полная масса которого 300 кг это легкий прогулочный спортивный экскурсионный транспорт который также может перемещаться с помощью запитывания велотягой то есть при желании вы можете крутить педали это никак не повлияет на скорость перемещения то есть скорость перемещения будет до 120 км в час и соответственно если вы желаете также осуществлять именно спортивную нагрузку на ваш организм и заниматься спортивными занятиями в вашем транспортном модуле либо в транспортном модуле в одном из парков вашего города то вы смело можете также совмещать приятное с полезным и соответственно те преимущества которые на сегодняшний день несет весь проект Skyway они объединяет в себе огромный потенциал и возможность для опережения современных транспортных средств в виде развития в виде внедрения в данный триллионный рынок транспортной индустрии в первую очередь это низкая стоимость передвижения более того по аналогии со скайпом по аналогии с современными мессенджерами вайбер телеграм ватсапс это уже современные так скажем термины пятого технологического уклада которые прочно вошли в обиход людей старше 20 лет то есть даже многие представители более молодые то есть буквально дети с легкостью сейчас обращаются с планшетами и друзья настолько же очевидным станет транспорт второго уровня уже при нашей с вами жизни ближайшие года то есть внедрение начнется и очень очень скоро транспорт каждый транспорт должен быть в первую очередь безопасным я спрошу вас что произойдет если на высоте произойдет разгерметизация самолета я не говорю уже также про наших конкурентов hyperloop то есть это американская технология при перемещении в вакуумной трубе также если там произойдет разгерметизация последствия примерно похожи и на самом деле основную цель и миссию транспорт должен выполнять именно безопасность перемещения безопасность перемещения любого гражданина любой стороны это также что касается транспорта второго уровня абсолютно комфортное перемещение и если говорить про спецификацию общевой структуры то это мосты и соответственно мост служит более века могут выстоять мосты естественно требуется техобслуживание время от времени естественно требуется различная техническая поддержка и соответственно путевая структура в отличие от железнодорожного полотна в отличие от автомобильной дороги она будет служить буквально век и это не сказка это реальность абсолютная наш транспорт абсолютно экологичный то есть он экономит значительную часть материалов очень ресурсо ориентирован так скажем и ориентирован именно на альтернативные источники энергии является абсолютно инновационным повторяю 11 февраля 2016 года это было признано на экспертном совете при министерстве транспорта российской федерации если говорить про основы одной из основ мы более подробно остановимся Сергей Анатольевичем на расширенном технико-экономическом вебинаре то есть современная аэродинамика вообще из чего складывается аэродинамика подвижного состава транспортного модуля SkyWay соответственно многое зависит от аэродинамических показателей и что касается коэффициента аэродинамического сопротивления то у наших подвижных составов он значительно лучше чем у современного спортивного болида типа Bugatti Veyron то есть у данного подвижного состава автомобиля именно колесного на пневмашине при перемещении по обычному асфальтовому полотну возникает также возможный эффект опрокидывания возникает эффект крыла и коэффициент динамического сопротивления 0.3 у нашего подвижного состава кто знаком элементарно с математикой позиционировался до недавнего времени коэффициент аэродинамического сопротивления 0.0.75 но сейчас он еще более улучшается и я думаю что уже в ближайшем будущем мы услышим грандиозные новости которые так скажем произведут сенсацию не только среди тех людей которые поддерживают проект skyway но и среди научной сферы которая занимается аэродинамикой и соответственно высокие аэродинамические показатели способствуют экономиям и при затратах топлива экономиям при использовании материала и соответственно чтоб вы понимали наш подвижной состав высокоскоростной аэродинамичный модуль это перемещение рельсового автомобиля сталь поставили по путевой структуре и КПД колеса именно стального колеса которое значительно отличается от колеса железнодорожного состава 99% и более того Михаил Орлов в своих диалогах и своих выступлениях неоднократно подтверждал что данный КПД он максимальный у существующих вообще транспортных средств на сегодняшний день и из этого как раз таки складывается серьезная экономия серьезная экономия топлива и соответственно можно говорить даже о том что за 25 лет это средний срок эксплуатации одного транспортного средства допустим автомобиля и более того я думаю что многие автомобили меняют через 5-10 лет некоторые еще раньше появление просто новые модели и это кстати можно сравнить опять же с 5 технологическим укладом то есть детище 4 технологического уклада если 5 технологического уклада смартфоны меняют допустим через год через два то автомобили многие меняют также через 3-4 года и что касается постава то 1 миллион юнибусов и всего сейчас в мире эксплуатируется примерно 1 миллиард и чуть более автомобилей их количество каждый день растет вы об этом все прекрасно знаете позволить сэкономить 22 миллиарда топлива и стоимость это десятки триллионов долларов вдумайтесь в эту цифру это экономический эффект который может дать всего лишь 1 миллион юнибусов и опять же повторюсь что более 1 миллиарда автомобилей на сегодняшний день перемещается и вообще автомобили можно сравнить на сегодняшний день в прошлые времена с гужевым транспортом то есть на сегодняшний день автомобили очень серьезно загружает загрязняет загружающую среду очень серьезная проблема обсуждалась на недавнем на недавней конвенции он то есть по экологическому направлению это парниковый эффект и анталия дурдовичу ницки подтверждает что возможно через 3-4 поколения мы придем к точке невозврата это точка невозврата которую дамы и господа мы с вами можем предотвратить ее наступление и поэтому многие называют проект skyway именно проектом планетарного масштаба проектом глобального масштаба поэтому одним из слоганов проекта skyway является строй skyway спасай планету и это далеко не безосновательно если говорить еще про технические параметры и техническую характеристику путевой структуры нужно понимать что такое путевая структура skyway это струна почему струна на самом деле если сравнивать элементарно для новичка то можно представить предварительно напряженную натянутую неразрывную конструкцию но которая является не струной это металлические проволоки от двух до пяти и размер зависит от применения миллиметров и соответственно далее идет элемент крепления далее идет наполнение специальным бетоном омоноличивание так скажем и остается стальная головка рельса путевая структура может быть соответственно различного вида то есть зависит от того весной навесной транспорт грузовой высокоскоростной юнибайк легкий прогулочный спортивно-экскурсионный но в любом случае это будет легкая ажурная конструкция абсолютно без сварных швов стыков соединений и соответственно исключение возможности вибрации деформации каких-то серьезных шумовых эффектов и более того когда вы будете видеть над собой пролетающий высокоскоростной юнибус это это можно будет сравнить именно с сильным дуновением ветра не с ураганным даже ветром а сильным дуновением ветра и какое транспортное средство на сегодняшний день может сравниться вообще по техническим характеристикам по сравнению технологии skyway и это признано в недавнем времени в этом году также помимо именно экспертного совета при министерстве транспорта российской федерации это огромная заслуга и огромная заслуга в первую очередь краудинвестинга в первую очередь нас с вами это народное финансирование и также независимой государственной очень серьезной международной компании которая находится головная компания головной офис находится в Австралии представлена во многих странах и регионах мира МБМ и посмотрите можете на ресурсах посмотреть ссылку либо чуть позже мы сбросим ссылку она также признала изъездив доли поперек юридическую финансовую схему изъездив доли поперек технические характеристики возможные риски возможные риски реализации проекта и признала данный проект перспективным и данную технологию наиболее применимой вообще в современном мире именно в качестве транспортного средства наиболее перспективной к внедрению на любом типе рельефа и на любом типе местности и дамы и господа это тот бизнес это та ниша которая будет занята очень быстро но в относительном начале уже не в самом начале потому что когда был февраль 2014 года я входил на дискаунт это венчурная премия 1 к 1000 и сейчас 1 к 1000 это необходимо инвестировать достаточно серьезные суммы чтобы получить такой дискаунт венчурную премию за ваш риск и более того сейчас прошло более двух лет и соответственно четко выстроена прозрачная юридическая финансовая схема народного краудинвестинга и соответственно каждый акционер может быть уверен что его средства его инвестиции действительно расходуется по назначению но все что я говорю не имело бы смысла и не имело бы никакой именно подоплеки то что если бы не началось бы строительство если бы однажды именно летом 2015 года мы не получили бы землю в минской области мариногорка и соответственно республика беларусь может стать именно колыбелью за рождение транснет это будущее транспортное энергетическое коммуникационное и даже социальное то есть такие гиганты рождение пятого технологического уклада как фейсбук если в российской федерации одноклассники вконтакте все вы прекрасно знаете но это как раз таки воплощение сети воплощение коммуникации людей именно в виртуальном отношении что касается транснет это ускорение коммуникации перемещения людей уже в реальном воплощении в железе это значительно изменит жизнь каждого из живущих на планете земля человека и соответственно это значительно и колоссально ускорит существующие бизнес процессы родит массу новых как адресных проектов так и вообще сфер и направлений которые будут исходить из структной так скажем технологии и соответственно из по аналогии если говорить с кремниевой долиной с силиконовой долиной из долины скайвей то есть соответственно на данный этап мы можем считать экотехнопарк мариной горки в республике беларусь минская область в которой каждый может проехать посмотреть что там происходит действительно идет стройкой и на расширенном технико-экономическом вебинаре перед вебинаром мы обязательно включаем видео что сейчас происходит именно полевых условиях на техноэкопарке потому что это самое важное как раз таки создается технология создается вся инфраструктура скайвей именно в реальных условиях и я бы сказал в суровых условиях то есть и в жару и в холод ведется строительство и на сегодняшний день подрядчики и все участники команды именно по строительству экотехнопарка стремятся чтобы сроки соответствовали ожиданиям инвесторов и соответственно я могу сказать что скайвей может развиться обязательно разовьется уже в ближайшие года настолько быстро настолько не развивался интернет если вдуматься про прокладку оптоволокна допустим и сейчас миллионы километров оптоволокна находятся под нашими ногами это серьезная трудоемкая операция что касается путевой структуры то возможно будет строительство одного километра в сутки это при движении с одного направления если будет направление экипажей строительных друг на встречу другу то соответственно это полкилометра пилотные проекты которые сейчас внедряются естественно они имеют пилотную стоимость все прекрасно понимает как только это все выйдет на проектные мощности как только это выйдет именно на конвейерное производство то мы достигнем таких показателей и таких цен которые достиг в свое время Генри Форд представив народный автомобиль он не создал автомобиль он не являлся первым кто применил в широком так масштабе двигатель внутреннего сгорания и скапитализировал четвертый технологический уклад когда зародился нефтяной рынок когда зародился нефтедоллар от которого на сегодняшний день кстати зависит Российская Федерация и Анатолий Эдуардович Юницкий также намерен и обязательно создаст с нашей с вами всех поддержки именно народный автомобиль второго уровня народный рельсовый автомобиль то есть это будет перемещение на втором уровне высоте 5-15 и более метров над землей это может быть навесная либо подвесная путевая структура с провисом и соответственно друзья дамы и господа сегодня на сегодняшний день все в наших руках с вами как выстроить свое будущее как соответственно сформировать капитализацию компании на сегодняшний день мы можем сказать что есть все предпосылки чтобы то что позиционируется и сейчас говорится именно потенциально теоретически потому что капитализация от адресных проектов которые сейчас набираются в огромном количестве инвест проводящей системы то есть это мы с вами акционеры мелкие средние и относительно крупные инвесторы skyway и непосредственно проработкой головной компании и дамы и господа можем сказать что компания не стояла на месте за предыдущие 30 лет также нарабатывался потенциал адресных проектов сейчас компания находится уже на крайнем этапе именно пред капитализация именно сейчас здесь сейчас вы можете войти в проект на той стадии которая можно сравнить со стадией застройки при долевом участии в строительстве и задайте себе один вопрос при максимально выгодной стоимости квартиры допустим будучи уверенным что данный дом будет достроен приобрели бы вы жилье в строящемся доме и соответственно это простое сравнение говорит о том что многие люди сейчас более 200 тысяч людей присоединились к проекту skyway и более того так как дисконтирование идет в том порядке и в том процессе в котором было заложено изначально Анатолио Эдуардовичем и просчитано но несмотря на это инвестиции идут более мелкими инвестициями возникает определенный запас определенный так скажем резервный фонд который Анатолий Эдуардович Юницкий как многие компании расходуют на рекламу Анатолий Эдуардович Юницкий готов любому человеку который заинтересуется проектом и просто зарегистрируется дать в подарок стартовую так скажем сумму акций и эти акции в будущем могут быть капитализированы сегодня все предпосылки основания говорить об этом есть единственная причина бежать рассказывать SkyWay всем окружающим людям всем друзьям всем знакомым и незнакомым людям что в следующем году такой возможности может и не быть но я передаю слово Сергею Анатольевичу это повторяюсь тот человек который более 15 лет занимается проектом SkyWay тот человек который познакомился с Анатолио Эдуардовичем Юницким и с этого времени активно развивается с гениальным изобретателем конструктором президентом ныне международной корпорации SkyWay Сергей Анатольевич Добрый день друзья сегодня среда значит как всегда мы с Алексеем в этот день ведем технико-экономические вебинары практику которую вы уже сейчас увидели мы отрабатываем это для новичков вот и я приветствую здесь поэтому для начала как слышно как видно друзья чтобы это я с самого начала был здесь поэтому я видел опросник я видел как Алексей давал информацию вот что очень замечательно и очень хорошо поэтому друзья для там по моему процентов 10 было да около новичков которые приходят ну я думаю друзья что у нас этот процент сейчас будет быстро и быстро увеличиваться потому что мы вот к этой практике двойных вебинаров когда для новичков а следом будет уже для тех кто получает информацию мы будем определенные очень довольно таки сложные говорить и технические вещи и экономические вещи они требуют уже определенной подготовки для того чтобы и воспринять и понять и оценить ту информацию именно оценить с точки зрения важности ценности информации которую которую которая будет доводиться и здесь вот то что вот алексей чем заканчивал что 15 лет действительно 16 апреля будет ровно 15 лет о том как я как я вот почему я очень хорошо запомнил и знаю эту дату я это тоже не раз говорил потому что юницкий ко мне пришел это было воскресенье и в этот день у него был день рождения вот и мы сначала пообщавшись по проекту потом очень здорово перешли сплавно в празднование рождения и это вот как раз знаменательная дата с чего с тем более что в этом году 25 апреля мы делаем большой сбор именно сторонников Skyway в Марьиной горке где сейчас роются уже полигон непосредственно будут крупные инвесторы крупные административные деятели будет большое количество сторонников поэтому для тех кто новички услышали для принятия решения если вы уже к тому времени станете инвесторами для всех остальных это просто очень хороший повод встретиться посадить деревья и так далее и это тоже такое приурочено уже к дню рождения потому что я думаю что это очень важно сейчас отметить промежуточный этап строительства собраться все вместе провести конференцию именно в том плане оценить где мы находимся и соответственно куда мы движемся ну и сам по себе как опыт показывает что сбор всегда такого большого количества там будет не одна тысяча человек это всегда действительно праздник это всегда Skyway это действительно такая очень серьезная перспектива тем более что друзья так как у нас техника экономичный вебинар все это идет на фоне сейчас рецессии на фоне сложнейших процессов которые идут и здесь друзья мы все более и более уверенные более и более четко говорим что у нас есть программа действий которая основана именно на технологических укладах и мы сегодня делаем передовую технологию которая изменяет экономические сегодня взаимоотношения в мире мы сегодня делаем концепцию и программу которая не только даст перспективы большие для Белоруссии для России для Украины то есть страны СНГ и для всего евразийского континента и для всего мира и мы друзья сегодня своими руками несмотря на какие там противодействия несмотря на неверие несмотря на полный скепсис который идет сегодня с очень многих скажем так и структур и людей мы делаем свое дело мы собрали краудинвестинговую систему мы собрали большое количество единомышленников благодаря этому сегодня работает развивается технология вот о которой вы сейчас услышали и это действительно пик науки и на следующем вот который будет следом в час мы как раз будем ряд анализировать уже именно научных составляющих которые сейчас определяют чем этот проект отличается от других видов транспорта почему перспектива у него настолько колоссальная что даже сегодня трудно оценить вопрос капитализации и роста соответственно инвестиционного пакета который у нас сегодня находится в руках у каждого в зависимости от того какой он себе его сформировал и формирует и почему сегодня мы утверждаем что альтернативы другое развитие именно цивилизационного и коммуникационного сегодня просто нет поэтому это будет в следующем вебинаре для того чтобы уже двигаться и получать информацию которую мы считаем необходима не тем кто уже в проекте поэтому друзья те кто принял для себя решение двигаться дальше милости просим мы рады что постоянно к нам добавляются новые участники что проект развивается что все больше и больше получать единомышленников тем более что у нас буквально две недели назад был очень серьезный такой повод для такой профессиональной еще раз повторюсь именно профессиональной гордости о том что нас признало техническое сообщество экспертный совет минтранса тоже для тех кто первый раз об этом слышит или там будете смотреть потом протокол а для тех кто уже в процессе мы это много обсуждали вот что друзья важность этого признания заключается в том что эксперты которые находятся в различных технологиях причем конкурирующих технологиях в различных ведомствах которые не дружелюбно настроены к skyway и вообще к тому что мы делаем они вынуждены были признать что сегодня инновационная транспортная технология skyway существует она готова к внедрению и она сегодня крайне перспективы для развития труднодоступных территорий ну и соответственно как альтернатива сегодня традиционным транспортным технологиям поэтому это очень важный момент этого признания к тому шли очень долго к этому предшествовала огромная кропливая работа и лично юницкого и всей команды инженеров которые работают в КБ и вообще это очень серьезный такой шаг с точки зрения именно работы с профессионалами для тех кто не следит или не понимает смысл того что это может быть было такое рядовое событие может быть друзья это мы объясняли объясняли и еще раз это вызывает гордость за ту работу что мы сделали на сегодняшнем вебинаре мы будем анализировать ряд уже промежуточных этапов которые связаны именно с научным прорывом с научным обоснованием и уже по практическим подтверждением ряда тактико-технических характеристик подвижного состава и как раз это тоже один из аргументов который позволяет сегодня утверждать что никакая технология даже близко сегодня не подходит к тем характеристикам и тем значениям которые дает SkyWay поэтому это мы дальше будем обсуждать поэтому те для кого сегодняшний вебинар и наша информация оказалась неубедительной и вы посчитали что неинтересно дальше двигаться здесь друзья только время следите иногда думайте потому что я вам могу сказать в ближайшие 3-4 месяца о проекте SkyWay узнает весь мир и не будет реально ни одной страны в мире не будет ни одного человека который бы не слышал или не знал о SkyWay вот это друзья факт и это реальность другое дело что не все станут сторонниками это однозначно но то что этот проект выходит на абсолютно новый уровень то что сегодня уже обсуждаются и работают целые серьезнейшие проекты которые раньше не могли быть реализованы традиционными старыми транспортными технологиями такими как железная дорога автомобильная дорога канатные подвесные дороги сегодня SkyWay дает новые перспективы и эти проекты вы тоже на наших экономических вебинарах вы узнаете и второй момент что по мере того как будет происходить вот задавали вопрос первые дивиденды это друзья первую прибыль которую вы будете получать как акционеры именно как инвесторы будет заключаться не в том что по этим акциям будут платить дивиденды а в том что у вас будут предлагать выкупить этот пакет значительно дороже чем вы за него заплатили и это будет еще в этом году соответственно вы дальше для себя будете принимать решение что вам выгоднее ждать когда он еще подорожает или продать часть пакета для того чтобы получить серьезнейшую прибыль на те инвестиции которые мы сделали и это друзья я могу сказать уже будет в этом году поэтому здесь как и какую будет оцениваться эти обязательства сейчас абсолютно невозможно но некие такие прогнозные варианты у нас конечно есть и это все будет как раз связано с развитием проекта то есть это сейчас промежуточной демонстрацией 23 апреля потом будет в мае и в июне продемонстрирован уже подвижной состав начальный потом в октябре уже будет промежуточная демонстрация возможности технологии грузовой и городской соответственно при каждом таком показе при каждой такой работе будет увеличиваться интерес к проекту будут входить все более и более серьезные игроки с точки зрения применения технологии естественно это все будет повышать капитализацию того пакета который вы к тому времени сформируете поэтому на сегодняшний момент уже можно сказать что проект резко снижает рискованность с точки зрения венчурности потому что с технической точки зрения он абсолютно уже доказуем реализуем и это есть очень убедительные экспертные оценки и наши и зарубежные австралийские в общем это экспертное сообщество подтверждает сейчас резко снижаются страновые риски потому что полигон в марьиной горке будет дублицироваться еще в различных регионах мира то есть сегодня несколько проектов которые будут строиться в юго-восточной азии в китае и все то есть это тоже говорит о том что проект выходит делать естественно что это будет делаться только после того как в марьиной горке будет сначала было испытано продемонстрировано потом защищено с интеллектуальной точки зрения и патент по праву вся интеллектуальная собственность только потом это будет переноситься двигаться дальше и это тоже начнется уже в этом году и я могу сказать что она тоже под собой имеет большую подоплеку потому что юницкий помимо того что он выдающийся инженер он еще и очень серьезный патентовент и у него есть серьезная стратегия как защитить нашу с вами технологию и наши с вами инвестиции в интеллектуальную собственность потому что именно в этом на сегодняшний момент заключается перспектива того бизнеса который мы делаем то есть это инвестиции именно в демонстрацию интеллектуальной собственности и технологию потом ее защиту применение и соответственно капитализацию вот этим друзья мы с вами и занимаемся строится очень серьезная такая отрасль очень серьезные компании будут ни одна ни две десятки и сотни которые будут применять технологии сегодня мы огромными серьезными шагами движемся в то чтобы это все стало реальностью и мы с вами все имели к этому непосредственно прямое отношение в том числе и капитализация тех венчурных пакетов которые мы сейчас формируем за счет инвестиций в марину горку инвестиций в создание технологий инвестиций в то чтобы та мечта та работа тот многолетний труд огромнейшего коллектива людей сегодня превращался в реальность и сегодня становился той базой для развития которая сегодня необходима и каждому из нас и стране каждой конкретной в отдельности и всему человечеству в целом как бы друзья это пафосно не звучало поэтому для нас лозунг нашей команды это строй скайвей спасай планету это очень серьезные наши утверждения и дальше двигаться без скайвей просто невозможно мы вам все это покажем и докажем для новичков а те кто знает это уже соответственно уже становится реальностью и второй вопрос это мы объединяем мир и объединять это наша работа это действительно друзья то что дает возможность сегодня скайвей струнные технологии инженера юницкого и та команда к которой мы вас зовем присоединиться для того чтобы вместе общими усилиями не то что менять а строить тот мир в котором в общем то мы хотим жить очень комфортно безопасно ну и в общем то я бы сказал даже счастливо поэтому друзья давайте делаем сейчас перерыв до 13 часового вебинара вот а дальше мы уже командой для тех кого мы будем доводить уже тактика технические характеристики проекта и объяснять чем он отличается от других видов технологий и почему наши утверждения сегодня не голословны абсолютно подтверждены уже и практикой и научными исследованиями это друзья в следующем часе который мы ведем уже для тех кто сегодня в проекте не первый день поэтому друзья спасибо за внимание те кто дальше с нами не продолжат работу а для всех остальных друзья небольшой перерыв и в 13 часов стартуем для того чтобы двигаться и работать дальше все друзья до новых встреч до новых встреч до новых встреч и до новых встреч Продолжение следует...